Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задачу из учебника математика 6 класс, автора Мерзляк Полонский и Кер под номером 644. Шкаф стоил 2400 рублей. Сначала его цену снизили на 10%, а потом новую цену повысили на 25%. Какой стала цена шкафа после этих изменений? На сколько процентов изменилась начальная цена шкафа? Итак, у нас первоначальная цена шкафа 2400 рублей. Принимаем ее за 100%. Что потом происходит? Цена у нас снизилась на 10%. Какой же она тогда стала? Была 100%, стала на 10% меньше. Мы от 100% отнимаем 10% и узнаем, сколько процентов стала цена после снижения. 90%. Что мы можем найти? Мы можем найти теперь цену шкафа после снижения. Как мы можем найти? Мы можем узнать, сколько рублей составляет 1%. Для этого 2400 рублей мы разделим на 100% и получим с вами, сколько стоит 1%. Это будет 24 рубля. А у нас 90%, поэтому мы 24 рубля умножим на 90. Запишем это с помощью выражения. Итак, узнаем, сколько рублей составляет 1%. 2400 рублей делим на 100%. 2400 рублей делим на 100%. Получаем 24. Умножаем на 90. 4х9 36. 6 пишем, 3 запоминаем. 2х9 18. К 18 прибавляем 3. 21. И сносим 0. Получаем 2160 рублей. Это цена после снижения. И заполняем краткое условие. Итак, 2160 рублей. Это цена после снижения. Итак, теперь мы знаем, что новая цена, то есть цена после снижения у нас 2160 рублей. И забываем все, что было до этого. Итак, теперь уже эта цена у нас будет 100%. И что с ней произошло? Ее повысили на 25%. То есть она была 100% и ее повысили на 25%. Получаем 125%. Составляет цена после повышения. Итак, 125%. Какой она стала, нам нужно узнать. Точно так же, как и в начале, мы с вами можем узнать, сколько рублей составляет 1%, а затем умножить на количество этих процентов на 125. Для этого мы 2160 делим на 100% и узнаем, сколько рублей составляет 1%, а затем умножаем на 125%. 2160 разделить на 100, запятая, отделяя два знака, получаем 21,6. И умножаем на 125. И умножаем на 125. 1, запоминали 3, и дважды 2, 4. И 1 умножаем на 216, это 216. Складываем. Сносим 0. К 8 прибавляем 2, 10. 0 пишем, 1 запоминаем. К 3 прибавляем 6, 9 и 1 запоминали, 10. 0 пишем, 1 запоминаем. К 4 прибавляем 1 и 1, это получаем 6 и 1 запоминали, 7. И сносим 2. И отделяем запятой 1 знак. Получаем 2700. Это у нас цена после повышения. А теперь мы можем двумя способами находить, на сколько процентов изменилось. Смотрим, какая цена первоначальная. Первоначальная цена у нас была 2400 рублей. И это 100%. Потому что это первоначальная цена. Именно с ней у нас сравнение. Стала цена какая? 2700 рублей. Сколько это процентов, неизвестно. Как найти процентное отношение? Согласно правилу, чтобы найти процентное отношение, нужно найти отношение величин. Во сколько раз увеличилась цена? 2700. Делим на 2400. И умножаем на 100. То есть новую цену делим на старую. Узнаем, во сколько раз новая цена больше. И умножаем на 100. А потом дописываем знак процента. Итак, сокращаем и делимое, и делитель на 300. Тогда 2700 разделить на 300 будет 9. И 2400 делим на 300, получаем 8. Ну, а теперь нам 900 нужно разделить на 8. Потому что 9 мы умножаем на 100 и делим на 8. 900 делим на 8. Получаем, берем по одному 8. От 9 отнимаем 8. 1, сносим 0. 10 делим на 8. Берем по одному. От 10 отнимаем 8. Остаток 2. Сносим 0. 20 делим на 8. Берем по 2. 16. От 20 отнимаем 16. 4. Сносим 0. 40 делим на 8. Целая часть закончила. Оставим запятую в частном. 5 десятых. Итак, получили 112,5 процента составляет новая цена от старой. И тогда мы можем узнать, на сколько процентов изменилась цена. Мы от 112,5 процента отнимаем 100 процентов и получаем 12,5 процента. Это у нас изменение цены. Или второй способ. Мы можем узнать с вами, на сколько рублей изменилась цена. Итак, второй способ. Мы с вами пятым действием. Узнаем, на сколько изменилась цена. Была 2400, стала 2700. Мы от 2700 отнимаем 2400. И узнаем, что цена изменилась на 300 рублей. И тогда мы составляем с вами краткое условие. 2400 рублей. Это 100%. Тогда изменение цены 300 рублей неизвестно, сколько процентов. И находим с вами шестым действием ответ на этот вопрос. Точно так же, находим, чтобы найти процентное отношение, нужно узнать, какую часть 300 составляет от 2400. И умножаем на 100. И к результату дописываем знак процента. Итак, сокращаем дробь на 300. Получаем 1 восьмую. 1 восьмую умножаем на 100. И для этого нужно нам 100 разделить на 8. И мы видим, что мы уже это делали. 100 делим на 8. Берем по... 10 делим на 8 по одному. Остаток 2. Сносим 0. 20 делим на 8. 2. 16. От 20 отнимаем 16. 4. Целая часть закончилась. Ставим запятую в частном. Сносим 0. 40 делим на 8. 5. 5 на 8. 40. И получаем 12,5 процента изменения цены. Это второй способ. Давайте мы здесь напишем первый способ. А это второй способ. Точно так же эту задачу можно было решать составлением пропорции. Как вам удобнее, так и делайте. Если вам нравится наше решение, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А для начала мы еще запишем ответ. Нас спрашивали. Какой стала цена шкафа после этих изменений? Цена шкафа после изменений стала 2700 рублей. Насколько процентов изменилась начальная цена шкафа? Начальная цена шкафа повысилась на 12,5 процента. Запишем ответ. Вот и все. Если вам понравилось наше решение, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, есть предложения, замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях к этому видео.